В 28-й раз в Бресте стартовал международный театральный фестиваль «Белая вежа». В этом году в областной центр съехались творческие коллективы из семи стран – Беларуси, России, Дании, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Программа феста насыщена постановками по произведениям классиков. Открыли 28-ю «Белую вежу» хозяева фестиваля – Брестский академический театр драмы со спектаклем «Отцы и дети». Подробности у наших корреспондентов. Окунуться в мир театра, прожить жизнь ярких персонажей и даже соотнести с ними свой жизненный уклад – то, что ищут зрители на «Белой веже» в Бресте уже 28 лет. Каждый год фестиваль радует новинками и остается неизменным центром притяжения поклонников живого искусства. В этом году наш фестиваль приурочен русской классике. И, конечно, мы максимально старались насытить нашу афишу разноплановыми произведениями русской классики. И, конечно же, в разной интерпретации, в классической, в современной, наши коллективы, участники представят классику на наших площадках. Приятно то, что вот этих 7 стран, которые сегодня непосредственно участвуют в нашем театральном фестивале, приехали к нам. В том числе и издания, вы, наверное, заметили. На самом деле очень приятно то, что с нами Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и ряд других стран. Это они уже регулярные нашей площадки, Брестской площадки. Отличительных особенностей у нынешней Белой Вежи несколько. Фестивальная афиша наполнена постановками по классическим литературным произведениям. А новинкой для брещанных гостей города стало открытие арт-объекта Брест-театральный. Стелла Брест-театральный станет своеобразным порталом, открывающим путь к сценическому искусству, в котором каждый зритель найдется озвучить своим эмоциям и переживаниям. Здесь радость меняет грусть, а тоска восхищение. Новый арт-объект, прононсированный ровно год назад на 27-м международном театральном фестивале «Белая Вежа», занял свое достойное место в сердце города Бреста. Целую неделю это сердце будет биться в театральном ритме. Фестиваль «Белая Вежа» – культурный бренд первого региона, работа над которым ведется постоянно. Организация нынешнего форума началась сразу по окончании предшествующего. Каждый из нас, так или иначе сталкиваясь с этим фестивалем, подтверждает еще раз, что мы любим наш город, любим театр. Мы, наверное, из коренного нашего населения, Брещан, передаем эту тяготу любви к нашим детям, потому что мы видим молодое поколение здесь. И, наверное, статус международного он подтверждает с каждым годом. И интерес этот не ослабевает, а наоборот. Торжественное открытие 28-й «Белой Вежи» погрузило зрителей в классику и креатив одновременно. Приветственный адрес фестивалю прозвучал от имени министра культуры Беларуси Анатолия Маркевича. Странные участники называли актеры, позади которых на огромном экране пульсировал логотип фестиваля. А затем этот же экран стал декорацией для спектакля. Тайну первой постановки культурного форума приоткрыли хозяева сцены, чтобы приблизить современного зрителя к Тургеневской пьесе «Отцы и дети», потребовалась композиция из музыки, сценографии и актерского мастерства разных форматов. Тема классическая, она просто музыка современная. Музыка трех поколений 60-х, 90-х и современная. Ну так, чтобы молодежи тоже было легче воспринимать. Классику очень хорошо перелопачивали, осовременивали. Тем более наша инсценировка не является исключением, хотя она больше тяготит к самому классическому произведению, но форма сделана такая более современная. Тем более вот это, вот то, что на мне, это не моя прихоть, это антураж моего костюма. «Отцы и дети» версии Брестского академического театра драмы – это ответ на извечный вопрос. Кто должен наступить в конфликте поколений и где проходит грань между любовью родителей и благоразумием детей? Возможно ли эта грань – решат зрители. И таких открытий на спектаклях нынешней Беловежи будет немало.